Упив мир, Иисус сказал, что мусульманин, индуист, буддист, атеист и нерелигиозный человек и агностик, все могут прийти к Нему и получить спасение из Его рук. Толерантность. Вы слышали о ней? На поверхности это чудесное слово, и так оно и есть, но сейчас оно стало новой религией. Это правда. Новая религия, которая захватывает западный мир. Толерантность — это самая нетолерантная религия. И горе тому, кто отказывается принимать ее. Первосвященник этой новой религии проповедует свободу выбора. Вы можете выбрать себе машину, дом, супруга или супругу. Вы можете убить ребенка в утробе матери. Можете. Но вы не можете верить, что есть лишь один путь на небо и один путь ко спасению. Вы не можете публично говорить об истине и том, что единственной истиной является Иисус. В такие моменты служители новой религии, толерантность, могут лишить вас работы, выгнать вас из школы или университета. Они могут дискриминировать вас. Они могут подвинуть вас. отстранить вас. Но в первую очередь они назовут вас нетолерантным. Возлюбленные. Это непростительный грех в религии толерантности. Это послание Петра, о котором я говорю в цикле «Никогда не поздно». Редко звучит с кафедр и очень редко цитируется. Но оно также актуально для верующих, любящих Господа Иисуса сегодня, потому что оно укрепляет нас и дает силы стоять так же, как и во времена, когда оно было написано. В последнем послании из 2 Петра мы увидели, что Петр не только наступал на лжеучения, но и разоблачал лжеучителей. Это битва христиан в нашем поколении. На кону вечность. На кону сама вечность. Фальсификация или изменение Евангелия — это серьезная атака на Бога. «Возлюбленные мои». А вот что Петр говорит нам. Он говорит, что в этом нет ничего нового под солнцем. Ведь за проповедью Слова Божьего всегда идет сатана со своими подделками. Евангелие от Иоанна 8 глава 44 стих. Сатана, отец всякой лжи, сказано здесь. Он изобретатель. Популяризатор. Проповедник всякой лжи, которую используют для этого лжеучителей в церкви. Но Петр сказал нечто интересное. Посмотрите со мной. Это не новость. Потому что еще в Ветхом Завете он говорит о народе Божьем. Потому что еще в Ветхом Завете были лжепророки. Даже тогда. И сегодня они тоже есть. Уж поверьте. Они были как в его дни, так и в наши тоже существуют. Были и лжепророки. Говорит он о Ветхом Завете. В народе, как и у вас, будут лжеучителя. Возлюбленные, мы слишком долго терпели ложное учение. И сегодня тоже терпим его. Но мы с вами знаем об этом. Я не имею в виду номинальных христиан. Я говорю о христианах, верящих в Библию. Евангельских христианах, которые стыдятся библейских абсолютов. Они стыдятся их и говорят, «Я верю в это, но ты не обязан верить». Вот как они подают это. Вы всегда можете различить лжеучителя на основании того, как легко он или она принимают культуру мира. Понимаете? Вы всегда можете различить лжеучителя или лжепроповедника на основании того, как легко он или она принимают культуру мира, популярную культуру. Когда такое случается, то собрание, которое когда-то горело для Бога, постепенно перестает принимать здравое учение. Они перестают принимать здравое учение. Раньше это собрание фокусировалось на Христе. Их проповеди и поклонения фокусировались только на Христе. А теперь они заменяют их человеческим развлечением. Проповеди по Библии о грехе, покаянии и святости Божией заменяются ударением на самооценку и восполнение собственных нужд. Эти лжеучителя никогда не скажут «Я больше не верю Библии». На самом деле, я никогда не верил Библии. Я не верю, что Библия — это богодухновенное слово. Я не верю в наследственность Писания. Нет, они слишком умны для этого, и они это скрывают. Почему же? А вот давайте посмотрим на непорочное зачатие. Они говорят, «Вы не обязаны верить в это, но приходите к Иисусу». Как прийти к Иисусу, который не божественен? Если он не божественен и родился, как все мы, от воли и семени человеческого, то он грешник. Как грешник может понести грехи грешников на кону? Сама суть Евангелия. Или они говорят, «Вы не обязаны верить в святость брака». Фактически, они разрушают цель Божию в творении. Согласно Слову Божьему, эти лжеучителя заменяют истину Слова Божьего своими мнениями. Петр говорит, что эти лжеучителя были, есть и всегда будут. Они будут всегда. Так уж оно повелось. Петр дает нам несколько способов различить ложного учителя или проповедника. И вот второе послание Петра, вторая глава, первый стих. Они внезапно введут погубные ереси. Они будут незаметны. Они хитры и коварны. Иногда они будут говорить «любовь», но на самом деле будут иметь в виду другое. На самом деле они хотят, чтобы вы любили их, а не истину. Фраза «пагубные ереси» означает доктрину, в которой есть часть истины, в которую искусно вплетена ошибка. Это как стакан воды с парой капель цианида. Петр говорит нам, что эти лжеучителя являются мастерами обмана. Они — мастера в общении. Они помещают достаточно истины для того, чтобы ничего не подозревающие люди и дальше приходили к ним, в то время как они отравляют воду. Петр говорит, что эти люди отрекаются от Господа. Кто может лучше знать, что значит отречься от Господа, чем Петр? Он знал, что значит отречься от Господа, но также знал, насколько Господь открыт для каждого кающегося, даже для тех, кто отрекся от Него. В этом и была разница между ним и Иудой. Петр обратился к Господу, обновился и получил великое служение, а Иуда повесился. «Я молюсь за вас, пастыря. Если у вас возникает искушение пойти этим путем, то я молюсь, чтобы вы вернулись к Господу, пока не поздно». Греческое слово, означающее «отречься», переводится как «отвергнуть» или «отказаться от обещания». Они отвергли искупившего их Господа. Я хочу, чтобы вы сказали эти слова со мною, потому что это очень важно. Давайте скажем их вслух. Они отвергли искупившего их Господа. Некоторые из вас говорят, «Постойте, постойте, он искупил их?» Я остановлюсь на этом на минуту, потому что люди воевали из-за этого на протяжении двух тысяч лет. Я хочу прояснить этот вопрос, чтобы вы не упустили суд. «Отвергли искупившего их Господа». Что это значит «искупившего их Господа»? Возлюбленные, когда Господь Иисус висел на кресте, Его кровь капала, капала. Пока Он не умер на кресте, Своим поступком Иисус купил весь мир, абсолютно весь. Когда Адам пал в Эдемском саду, то передал право на землю сатане, но на кресте Иисус забрал право на землю из рук сатаны. Он купил абсолютно весь мир. Это означает, что каждый человек на земле может получить искупление. Приобретя весь мир, искупление Иисуса стало возможным для каждого, каждого человека. Это не означает, что Он искупил весь мир, как учат некоторые лжеучителя. Купив мир, Иисус дал возможность всем прийти к Нему и получить искупление. Купив мир, Иисус сказал, что мусульманин, индуист, буддист, атеист, нерелигиозный человек и агностик, все могут прийти ко Мне и получить спасение из Моих рук. А вот что означает купить мир. Он купил его, но не искупил. Это очень важно, возлюбленные. Потому что статистика говорит, что 64% так называемых евангельских христиан верят в то, что есть множество путей к Богу. Я говорил вам, что это битва наших времен. На кресте Иисус искупил каждого, чтобы он мог получить спасение. Не искупил весь мир, как говорят многие. На самом деле, искупление касается лишь тех, кто принял Иисуса Христа как единственного Господа и Спасителя. Искупление касается лишь тех, кто принял ценность пролитой на Голгофе крови. Сам Иисус говорит нам об этом в Евангелии от Матфея 13 главе. Он представляет себя как человека, который продал все, отдал все, отдал свою славу на небесах, отказался от красоты небес, чтобы купить поле. Библия говорит, что поле — это мир. Посмотрите, второй стих. Это лжеучителя, которые понижают библейские стандарты морали, которые поощряют самопоощрение. Сексуальные извращения будут быстросудимы. Будут быстросудимы. И третий стих говорит нам, эти люди принимают нечестие и аморальность ради личной корысти. Они выбирают служение не из-за Божьего призыва, а из-за того, что здесь они могут заработать. Они выбирают служение не потому, что переживают о вечности людей, а о своих достижениях. Греховная культура может принять и полюбить их. Они могут получить аплодисменты, похвалу и одобрение греховной культуры. Но на самом деле, они сами копают себе вечную могилу. Я не говорю об этом с радостью. Несколько месяцев назад меня спрашивали. Если это так, то почему эти люди так успешны? Послушайте, я дам вам ответ. Это не связано с ними, но с Богом. Бог очень, очень терпелив. Бог долго терпелив. Бог дает им возможности обратиться к Нему и покаяться. Снова, снова, снова и снова. Точно так же. Он дал шанс Петру, который отрекся от него. Но не судите вещи по их виду. Последняя глава еще не была написана. А с 4 по 11 стих Петр дает нам конкретные библейские доказательства того, как Бог будет разбираться с нечестивыми, как Бог будет судить их. Им это не сойдет с рук. Посмотрите, 4 стих. Бог судил ангелов и изгнал их с небес, когда они согрешили. Когда Люцифер и треть ангелов взбунтовались против святого Бога, то они были сброшены с небес в ад. Они будут брошены в озеро огненное, когда Иисус вернется в силе и славе Своей. Он связал падших ангелов узами адского мрака. И то же самое Он сделает сложными учителями и проповедниками. Но не только падшие ангелы были судимы. Когда древний мир отвернулся от истин Божиих, то пережил погибель и разрушение. Бытие, 6 глава, 5 стих, описывает нам культуру тех времен. Я прочитаю вам этот стих, и мы посмотрим, соответствует ли он нашему времени. Тут сказано, «Все мысли и помышления, сердце их, были зло во всякое время. Только Ной и его семья были праведны, и поэтому спаслись. Я хочу спросить вас, знаете, сколько Бог проповедовал о праведности через Ноя его поколению? Знаете, как часто Он говорил им о спасении и снова о спасении? Знаете, сколько это было лет? 120 лет. Бог долго терпелив. Он очень терпелив. А теперь давайте посмотрим, что было через 450 лет после того, как был потоп. У нас есть археологические доказательства того, что было через 450 лет после потопа. Два города-близнеца, Содом и Гамора. Они отвернулись от свидетельства праведного лота, и Бог излил на них свой суд. Не знаю, как вы, но если вы похожи на меня, то, глядя на седьмой стих, вы скажете, «Праведник лот?» Постойте, мы знаем этого парня. Он что, был праведен? Я проповедовал о лоте много лет назад. Но как Библия может называть его праведным? А вы послушайте. Восьмой стих дает ответ. «Ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе своей». Он в буквальном смысле испытывал муки. Его пытали. Поймите меня правильно. То, что я скажу, вам может удивить некоторых. Не всех, но некоторых. Надеюсь, вы поймете меня правильно. Метка праведности, а мы, верующие Нового Завета, имеем лишь праведность Иисуса Христа, а не свою. Метка праведности — это то, как вы реагируете на греховную культуру, в которой мы живем. Ложные проповедники и учителя говорят. Давайте подстроимся под нее. Под предлогом работы с культурой они погружаются в воды этой культуры. Но праведный... Праведный плачет над греховной культурой. Праведная душа стенает над ней. Праведное сердце разбивается из-за нее. Праведные сердца жаждут и молятся, чтобы они пришли и делают все, что могут, чтобы открыть им спасающую истину об Иисусе Христе. Вопрос вот в чем. Когда вы сталкиваетесь со злой культурой, в которой все мы живем, то как вы реагируете? Как вы реагируете? Вы как реагируете? Вы подстраиваетесь под нее? Вы идете с ней? Вы принимаете ее как неизбежный прогресс? Или вы плачете над ней? Или вы всем сердцем хотите зажечь свечу во тьме? Побуждает ли она восстать на колени, чтобы помолиться за нее, засвидетельствовать ей? Лот выступал против греха в свои дни, когда жил в Содоме и Гаморе. В 9 стихе Петр убеждает нас, знает Господь, как избавлять благочестивых и судить обманщиков. Он может сделать это и сделает это обязательно. Возлюбленные. Вы слушайте меня, и я уже буду заканчивать. Эти ложные учителя и проповедники ведут ложным путем огромное количество людей. Они говорят им, что они могут выбирать, что им нравится, а что нет, что Слово Божие не непогрешимо, что Слово Божие не богодухновенно. На самом деле эти люди идут в вечность без Христа. Не знаю, как вы, но я готов умереть на этом холме за эту истину. Вам решать, встанете ли вы за истину или примете нашу злую культуру. Вам решать, будут ли вас вести лжеучителя или Слово Божие. Возможно, для кого-то все это кажется чем-то новым, потому что они не отдали свои жизни Христу, не знают, что такое прийти к Иисусу. Просто скажите, Господи, прости меня, примите дар прощения и жизни вечной. Вы можете сделать это. Провозглашая бескомпромиссную истину на пути вперед с доктором Майклом Юсефом. Майклом Юсефом.